Баскетбол объединяет А мы выделяем главное И в ближайшие полчаса Никит Ремезов готовится к конкурсу данков И учит забивать сверху Малик Диме устанавливает рекорд лиги По блокшотам и показывает знания Фактов о России И самая успешная российская сборная За всю историю прямо сейчас Одни говорят, что мы стали мало читать Другие утверждают, что литература стала слабая Но баскетбол это отдельный мир Здесь и пишут, и читают Истории, которые должен знать каждый баскетболист Про золотое поколение сборной России Там были такие девушки Как звезды Мужской баскетбол Всегда в центре внимания Здесь и матч звезд, и броски сверху И настоящая россыпь звезд Но долгое время все медали стране Приносил именно женский баскетбол Пока мужчины купались в лучах славы Девушки забирали трофеи Мы как будто окунулись в ту эпоху И многие говорили из девчонок Что вот как будто это было не со мной У меня тоже такое есть ощущение Вот как будто это было не со мной Но вот такие книги, такие события Они очень важны Для того, чтобы напомнить, наверное Что мы сделали Потому что наша сборная России была уникальной Мы действительно на протяжении 10 лет Не сходили с педесталов И у нас была отличная команда Прекрасный коллектив Я как будто оказалась в машине времени Раз и назад на 20 лет И так здорово, такие теплые чувства Особенно, что кто-то с родителями пришел И тренеры, и такая ностальгия И память очень важная И память о том, как это было И очень здорово, что такая идея появилась Написать книгу Я думаю, что наше поколение Такой яркой историей, яркими красками Написало главу в российском баскетболе Девять призовых мест на крупных международных турнирах подряд Такой продолжительной медальной серии В новейшей истории российского спорта Нет ни у одной другой сборной в игровом виде Каждый олимпийский сезон Эти девушки брали награды Такому постоянству можно только позавидовать Но в чем их секрет? Уникальность этой сборной Естественно, она была в личностях В каждом игроке Мы действительно жили баскетболом Это было наше любимое дело Наше поколение, наверное, отличилось тем Что мы выступали очень стабильно Мы рассчитывали только на первое место Второе место для нас было уже поражением Сошлись очень сильные характером девчонки Которые были настроены действительно на победу И что мы долго могли вместе сохранять этот костяк команды Даже если кто-то травмировался Неважно, у тебя все равно в течение 10 лет В принципе, 7-8 игроков сильных всегда были вместе То есть мы знали настолько хорошо друг друга Что мы даже не могли представить, что что Кто-то там совершил ошибку Ты прекрасно знаешь, как кого-то подстраховать Как помочь Замечательные тренеры работают Микс такой сумасшедший Всего должен сойти, чтобы выйти Вот это поколение ими чемпионства И он произошел Среди такого количества побед Сложно выделить какую-то одну Но все же она есть 21 сентября 2006 года Полуфинал чемпионата мира в Бразилии Россия-США Впервые за 12 лет Американки ушли с площадки Побежденными С тех пор они не проигрывают И это лишь одна из историй новой книги Про женскую сборную того времени Такие девушки, как звезды Мы выложились на 200% Наверное, потому что Мотивация очень сильная Что вот надо побить И именно американок Супер мотивация была Супер мотивация Настрой И в каждом моменте На 100% На 200% Выкладывались И как говорится Один за всех И все за одного Это было И, наверное, невозможно будет Повторить эту игру Потому что тогда Все звезды сошлись Удивительный факт Герои сборной России Прошлого Отличались внешней привлекательностью И победами А сейчас тем Что руководят Мужским баскетболом Светлана Обросимова Баллотировалась На пост президента РФБ Наталья Водопьянова Генеральный секретарь Федерации Татьяна Щеголева Вышла замуж И вернулась в игру И теперь Под фамилией Кочарян Покоряет Лигу ВТБ В статусе президента Московской МБА А Илона Корстин Генеральный директор Лиги Готовит мужской матч звезд В этом году исполняется 20 лет Со дня нашей победы На чемпионате Европы И эта книга Она, наверное, как подарок Участницам Того времени Того чемпионата Тем чемпионкам Вот И было отличное время И я его всегда С теплотой и любовью вспоминаю Но выход книги Про женский баскетбол Организовали мужчины Андрей Кириленко Один из тех Кто помог мужской сборной России Приблизиться к женской Но не сравняться Известный журналист Александр Федотов Стал автором книги И собрал главные истории Про лучшую игру с мячом Я теперь точно знаю Что баскетбол Это не только Про красивых Высоких мужчин Девушки у нас Восхитительные Но на всякий случай Напомню Что мужской матч Всех звезд Единой лиги ВТБ Состоится в ближайшее воскресенье Москва 19 февраля И там будет конкурс По броскам сверху Матч звезд Не только собирает лучших Но и создает звезд Никита Ремезов Яркий пример На его счету Ни одного броска сверху В этом сезоне Но большое желание Их совершить В итоге Видео с тренировки На пустое кольцо Позволило получить вызов На главное событие февраля Конкурс по броскам сверху Официальный мяч Единой лиги ВТБ Глядя на него Можно говорить Об отличиях Мужского баскетбола От женского Яркая расцветка Размер И статус Эко-мяча Но главное Им забивают сверху Сегодня Мы поговорим о данках А поможет нам в этом Защитник Московского клуба МБА Никита Ремезов Привет Я Никита Ремезов И я люблю забивать сверху Пусть вас не удивляет Отсутствием нарезок Моих данков Я готов удивить вас На матче всех звезд Как будешь удивлять Никита Подготовлю что-то особенное А что вообще Главное в данке Это атлетизм Или координация Все вместе Техника Техника И в исполнении данка Ну конечно без атлетизма Не обойтись Можешь назвать Главного данкера В лиге На кого ориентируешься Хороший вопрос Мне нравится мой соперник По данком тесте Зак Смит Он вколачивает Сумасшедшие данки А у Ружинцева Тоже классный прыжок Ну вот я думаю Не просто так Эти парни выбрали Быть классным данкером Что для этого нужно Что самое сложное Любить баскетбол Любить прыгать Нет без этого никак Любить прыгать И наверное Любить забивать сверху Потому что не всем это нравится Некоторые любят Трехочковых баскетбол А кто кстати В команде за данки отвечает Если игровые данки То это Андрюш Лопатин А он разве не по трехочковым А он все может Он все может Дали бы волю Он бы и на дан контент заявил А ты кстати Тебя пригласили Или ты сам Какую-то заявку подал Как это произошло Я подал свою заявку На рассмотрение И лига приняла меня За что я им очень благодарен Так ну Ты сказал что ты готовишь Что-то Особенное Давай покажи нам Что ты готовишь Я не буду показать Свои данки Хорошо Я лучше выражу Респект Дань уважения Тем ребятам Которые до этого Выступали на данконтестах Я пересмотрел Все данконтесты Лиги ВТБ Хочу выбрать Определенные данки Которые мы Постараемся повторить Ты наверное Мне в этом поможешь Я тебе помогу Придется 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 Давай попробуем Вперед Первый данк у нас Камары Мерфи Камарий Мерфи Калев Единственный Предстоитель этой команды На матче звезд И Ох Хорошо Кстати Сориентировался В итоге Координацию свою Показал Данк хороший 2022 года Данк на 360 Одной рукой Мне понравился Атлетичный парень Тоже с двух ног прыгает Как я Попробуем повторить Камарий Мерфи Со спины Это сложный данк? Нет Ну это нормальный данк Хороший Да Нелегко Ты сможешь так? Я-то точно нет Я же не вузкин болит Наверное сложно Тяжелый по исполнению данк Но мне понравился Хочу его повторить Пойдем пробовать Да Следующий данк у нас будет Вячеслав Зайцев Хочу дать ему дань респекта Помимо того, что он хороший защитник Он еще классно бьет сверху Вот Посмотрел данк контеста Он тогда выиграл И хочу повторить Вот данк Получается одной рукой На 180 разворот Эффектно Стильно И атлетично Итак, третий данк Да, третий данк у нас Остин Холлинз Супер-мегаатлетичный данк По-моему, ему около полтинника дали за этот данк Это алиуп называется, правильно? Да-да Да В этом ты мне будешь помогать Я главный ассистент по алиупам в лиге Если ты не знал Окей, окей Так, полчаса разбег по лицевой Дак на 1060 С разворотом одной рукой Слушай, ну это прям реально крутая данка Это я хотел его повторить Ну вот сейчас нам покажешь Да Вот это я понимаю Команда И последний данк Да, последний данк у нас будет Дарик Кук Можно же оставить по себе хорошую память И все-таки исполнить то, что он пытался сделать чуть-чуть раньше Да Это было хорошо Данк одной рукой, солю по самому себе На самом деле, на самом деле выглядит просто Но зрители больше всего любят такие эффектные данки Когда человек выпрыгивает, он раскрывается красиво Летит в полете Да, то есть, может быть это просто для игрока Ну там, для профессионалов Да, но это очень эффектно и красиво для зрителей Будем пробовать Будем пробовать Слушай, Никит, а у тебя же уже был подобный опыт Ты участвовал в международном конкурсе данк-контестов в Аргентине, если не ошибаюсь Расскажи про это, что это было? Да, это был данк-контест в Аргентине в 2018 году Мы поехали с командой 3х3 на международные олимпийские юношеские игры Так и называется Так, то есть это олимпиада была? Это олимпиада полноценная, только мы жили в олимпийской деревне Все как полагается Класс Да, мы играли с командой 3х3 И параллельно перед плей-офф Нам сказали, что будет еще такая дисциплина, как данк-контест Зашел тренер и сказал, ребята, кто хочет выступить? Команда предложила меня В следующий день был данк-контест Я выступил Получается занял второе место Выиграл парень из Аргентины Классно, классно В итоге у меня даже дома медаль лежит С олимпийского первенства С олимпиады Давай будем говорить прямо То есть на данк-контесте матча звезд единой лиги ВТБ Будет участвовать олимпийский призер по данкам По данкам Круто? Круто звучит Звучит круто, пускай соперники боятся Никит, ну ты справился практически со всеми заданиями Но сейчас осталось самое сложное Ты сможешь сделать бросок сверху через меня? Я специально сегодня каблуки не надевала Да запросто Ну, поехали Самсон, Зак, Маркел готовься Мы устроим шоу До встречи на данк-контесте Также приглашаю всех зрителей На матчи звезд единой лиги ВТБ На ВТБ-арену в это воскресенье Таких данков вы еще не видели Зак Смит тоже готовится забивать сверху на матчи всех звезд А пока вместе с Минском стараются одержать вторую победу в сезоне В игре с Самарой минчане были очень близки к этому Выиграли первую половину, спаслись в концовке и затащили гостей в овертайм Но там команда Сергея Базаревича все-таки взяла свое Маркос Найт и Джеймс Эннис практически не уходили с паркета Их 41 очко на двоих очень помогло Самаре Еще одна остросюжетная разборка из второй шестерки прошла в Красноярске Енисей по-прежнему сохраняет все шансы на плей-офф Но для этого нужно обыгрывать лидеров В матче с Пармой хозяева отдали только первую четверть Сравняли счет перед заключительной десятиминуткой И дожали Пермяков, несмотря на 23 очка Джастина Роберсона Джеймс Томсон оформляет дабл-дабл 17 очков, 12 подборов И оставляет Енисей в гонке До заветной зоны плей-офф еще одна победа Два факта о центровом Парме Малике Диме Первый. Сенегалец побил рекорд единой лиги ВТБ по блокшотам Который держался более 10 лет В игре с Минском он сделал 8 блокшотов Второй. Диме начнет матч всех звезд в стартовой пятерке новой школы А какие факты Малик знает о России? Всем привет, с вами Малик Диме Сенегальской центровой Пармы в рубрике Правдивые вымышленные факты о России Думаю, да. Россия знаменита своими холодами Поэтому логично, что придумали такой вид транспорта Кого не спроси о России, все говорят Там же очень холодно Так что правда, ведь так? Египет? Тяжело поверить. Даже и не мог подумать о таком Склоняюсь к правде, потому что я сам из Африки И у нас тоже огромное количество примет Наверняка и у вас есть свои суеверия Поэтому утверждение скорее верное В Сенегале так же, как и в России, верят, что если свистеть, не будет денег Мне рассказали парни в команде Так что приметы в наших странах схожи Не могу вспомнить каких-то особых свадебных суеверий в Сенегале Был на нескольких бракосочетаниях в детстве А потом уехал в США в 2011 Вполне возможно, что что-то и есть Но сходу не могу назвать Медведей Что-то не очень правдоподобно Вымысел Никогда не видел, чтобы медведей приручали Поэтому и не могу представить их в повозке Нет Я в России уже 3-4 месяца и не видел ничего подобного И сам не пью чай из блюдца, поэтому не может быть Да и вообще, зачем пить чай из блюдца? Правда? Что-то не вижу рядом блюдца для питья Вот как обманчивое наблюдение А зачем так делают? Чтобы остудить? Так можно же просто подуть Зачем переливать туда-сюда? Сумасшествие Никогда бы не додумался так сделать Не верю Какая-то бессмыслица По крайней мере, для меня Как твое место за столом Посередине или на углу Может повлиять несемейный статус Поэтому неправда Но уже подозреваю, что ошибся Очень странная примета В Сенегале говорят, если ботинок перевернулся Плохой знак К несчастью Всегда, когда вижу перевернутые ботинки Ставлю их нормально Есть еще одна Если случайно разлилась вода Случится что-то хорошее Например, на столе пару стаканов воды И ты случайно один опрокинул Это к добру Вполне верю в это Мне кажется, так практически по всему миру В разных регионах страны Одни и те же вещи могут называть по-разному В зависимости от диалекта Три-четыре разных слова могут значить одно и то же Поэтому факт правдивый Ложь Мой рассудок не позволяет согласиться с этим Зачем фонтан в метро? В Нью-Йоркском метро тоже нереально представить фонтан Безумие Серьезно? Обязательно спущусь, посмотрю Похоже на правду Такие прикольные подарки Замотивируют детей учиться усерднее Узнавать больше Не правда? Жаль А как хорошо звучало Властям надо подумать над этим предложением Заботьтесь о детях Ведь они будущее страны Думаю, да Потому что русские любят делать вещи Которые не укладываются в голове 803 дня Как долго? Я бы 4 дней не выдержал Не судите строго Я в России всего 3 месяца Поэтому многого не знаю Но у меня достаточно времени узнать вашу страну В следующий раз я отвечу лучше Спасибо за внимание Поражение от «Зенита» очень разозлило ЦСКА и пара армейцы выпускали на локомотиве «Кубань» Даже когда разница была 30 очков Николай Милутинов оставался на паркете Все, что нужно знать о настрое команды Эмила Райковича в этот вечер Сразу 5 игроков ЦСКА набрали более 12 очков До сотни москвичи не добрались Но и без этого более чем убедительная победа «Зенит» прервал рекордную серию ЦСКА Отправился в гости к Нижнему Новгороду Но и волжане подошли к игре в отличном настроении Туром ранее они отыграли у локомотива «Кубань» 9 очков за последние 68 секунд У хозяев сил осталось явно больше Нижегородцы лидировали большую часть матча Вовремя среагировали на рывок команды Хави Пускуаля И забрали победу Главный герой Максим Салаш Лучший матч в карьере 25 очков, 13 подборов и невероятный коэффициент полезности 46 Такого в этом сезоне еще не было А у «Зенита» теперь по поражению от каждого конкурента по шестерке Если баскетбол – лучшая игра с мячом на планете Земля То баскетбольные смешные И самое забавное из того, что не смогли воплотить в жизнь игроки Единой лиги ВТБ Это очередная подборка моментов, которые никогда не попадут на настоящий хит-парад Именно поэтому у них есть свой Самое время познакомиться с дебютантом нашего хит-парада Константин Паско из Минска У Константина настоящий двойной удар в матче с Самарой Сначала уронил партнера А после не смог продавить кольцо Если бы в баскетболе были вредные советы, то они бы выглядели так Никогда не пасуй партнеру и не потеряешь мяч, как вот эти игроки Лиги ВТБ Джеймс Эннис и Владимир Ивлев Анжела Уорнер и Тимофей Герасимов Томас Эртелли и Сергей Торопов Данил Николич и Никита Михайловский Защитник Енисея настоящий флэш Единой лиги ВТБ В матче против Автодора Григорий Мотовилов Обогнал время и отпасовал себе в будущем Промахи недели принадлежат Енисею Считайте вместе с нами Раз Два Три И четыре И все это в одной атаке Претенденты на самый курьезный технический фолл сезона Магия Хогвартса Ливио Жаншарль и его полотенца Эмил Райкович и Каспер Уэйр Скотт Мачадо прямо во время матча изобразил, как именно добирался до Красноярска Самые голодные до побед игроки живут в Красноярске Вы только посмотрите, как они набросились на Малик и Диме из Пармы Алиуп Одно из самых красивых действий в баскетболе А что делать, если бросок сверху так и не получился? Просто оставим это здесь Алексей Швед и его попытка отправить снаряд на трибуны Ну и напоследок Самая жесткая на неделе Сначала у нас для вас есть схватки Джеймса Томпсона и Тайлора Ангвая А теперь посмотрите на Джоэла Джеймса Которая вырезается аккурат в Суприма Хану Бам! И на этом все, друзья Увидимся через неделю И не забывайте, что баскетбол Это самая веселая игра с мячом на планете Земля И настало время лучших моментов прошедшей недели Поехали! Начинаем наш хит-парад с дуэта из Перми Азия Рис уже полностью освоился в новой команде И вот так ассистируют партнером Малик Диме благодарит за передачу Отличным данкам баскетбольный клуб Парма Иван Лазарев на страже своего кольца Декуан Брейси прошел почти всю оборону Самары, но последний рубеж не взял МБА разгромно уступила Униксу, но это не помеха для попадания в хит-парад Сергей Клюев страхует Тимофея Якушина и эффектно колотит сверху МБА Москва Эффектная защита это только блокшот? Евгений Бабурин с таким утверждением не согласен Мяч у Нижнего Крис Хортон за лицелой Капитан Волжан на седьмой строчке хит-парада Все на своих местах А вот и главный по блокшотам в единой лиге ВТБ Евгений Минченко сдает толк в красивой обороне А мы умеем ценить не только яркие броски А автодор Саратов Когда мяч у Алексея Шведа Его партнеры должны быть готовы к передаче Антон Астапкович подтверждает это аксиому Андрей Мартюк точно знает Запоминается не последнее Запоминается яркое Получил мяч, сделал два шага И вкулотил сверху ни одного лишнего движения Локомотив Кубань Дэрил Мэйкон и Луилы Бери Играют не только эффективно, но и эффектно Защита МБА только в роли зрителей Уникс Казань Красивых Элиупов много не бывает Еще один пример командной работы от краснодарского дуэта Дэвон Акун Персел отдает Джаллен Барфор взлетает и забивает сверху Баскет Холл аплодирует Локомотив Кубань И на вершине нашего хит-парада Главный герой Нижнего Новгорода Максим Салаш Расстаться с мячом за долю секунды до сирены И принести своей команде победу Такое попадание может быть только на первом месте И на этом все Увидимся через неделю И не забывайте баскетбол Лучшая игра с мячом на планете Земля Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова